ТРЕНДЧАРТ ЛАЙК ФМ Первый вопрос, стандартный у нас Расскажи, пожалуйста, Маш, что тебя В последнее время в музыке впечатляет, Вдохновляет, удивляет? Слушай, ну музыка в целом В последнее время очень разнообразная Много выбора, много разных Классных имен Меня вдохновляет, как обычно Как автора текстовика Глубокие смыслы Я люблю вот все такое Это сейчас Степ, я так понимаю, да? Нет, почему? Я правда люблю песни С глубоким смыслом Их не так много, как хотелось бы, но они есть Можешь нам назвать конкретные имена Вот чьи тексты тебя прям действительно вдохновляют Кого ты цитируешь? Это сложный вопрос Это нужно подумать, получается Ну мне нравится Лок Дог, например Да, я думаю, что его цитировать Можно бесконечно Вот, и в целом рэп Скриптонита можно цитировать Вот такую музыку я люблю Не зря ведь прошлый год, мне кажется, стал годом Скриптонита, потому что Ну правда, потому что его альбом, который вышел в начале 20-го Серьезно? Стал самым прослушиваемым, конечно Он так долго висел на первых строчках Поэтому альбом Скриптонита, мне кажется, просто Слушай, ну для меня Скриптонит всегда number one Поэтому я не замечаю, когда он становится трендом, когда нет То есть для меня всегда он был, как появился, так и вот Лучший рэпер России Если ты придешь к Дудю и он тебя спросит, кто главный рэпер России Ты скажешь Скриптонит Конечно, конечно Понятно А про Лок Дога я еще хотел спросить Слышал, что в последнее время он очень много музыки пишет для других исполнителей Не знаю, насколько много относительно всего его пути Мне кажется, он всегда писал Да, он пишет, он пишет многим исполнителям Ты сейчас кому-то пишешь или хочешь кому-то тоже писать, продавать свою музыку? Я раньше занималась этим Сонграйдингом, так сказать Сейчас отошло от дел, потому что много энергии уходит на то, чтобы писать себе А вообще вот сонграйдинг, копирайтинг, вся эта история создания песен Это какая-то определенная тусовка, потому что когда слушаешь тексты Есть ощущение, что один-два автора пишут для всех Да Так и есть? Ну, относительно, есть какие-то популярные авторы Они действительно выстреливают хитами и пишут для многих артистов Есть свое комьюнити Друзья, если вы не можете написать текст Вот, пожалуйста, можно к Маригу обратиться Ну, вдруг у нее будет времечко Между... Все зависит от ценника, на самом деле Слушай, мы с тобой, опять же, виделись давно За это время много всего произошло, поменялось И ты стала суперпопулярным артистом Теперь уж, я думаю, что просто на улицу ты не выйдешь Или выйдешь? Да нет, ну все же очень относительно Что значит суперпопулярным? Ну, типа в супермаркет ты можешь пойти картошку себе купить? Конечно А куда ты не можешь пойти? Есть какие-то места, куда ты не можешь, где тебя сто пудов узнают? Ну, в торговый центр, наверное В авиапарк, знаешь, в субботу днем Там, наверное, будет, ну, не столпотворение точно Но пара человек, пара-тройка, четверка-пятерка человек Сфотографироваться подойдут А так у меня потрясающая жизнь Потрясающая непопулярная жизнь, в которой я передвигаюсь Покупаю картошку спокойненько Паутийская это фан-база Я знаю, что есть ребята, которые следят за артистами Смотрят там сториз И буквально увидев, что артист где-нибудь там в узнаваемом месте Тут же летят туда, ищут, ловят Есть у тебя такие фанаты? Такое бывало, но, знаешь, в основном пишут в директ Типа, ой, я сейчас буду Через 45 минут, подожди Я думаю, ну что, извините, пожалуйста, у меня есть дела там Я пойду Вот, а так, чтобы прям вылавливали Приходили Наверное, было, я уж не помню, если честно Но хотелось бы верить, что было По поводу, кстати, фотографий Недавно, в прошлом году поняли, что артисты поделились на два лагеря Те, кто не фоткается И те, кто фоткается всегда в любых условиях, в любом состоянии И накрашены, не накрашены А ты, какому лагерю относишься? Я всегда фотографируюсь Во-первых, потому что я всегда хорошо выгляжу Это ты про себя, это ты про себя Я просто всегда фотографируюсь Маша говорит, просто селфи, все такое, лифтолуки А я говорю про фанатов с ними С ними фотографируюсь постоянно, всегда Ни разу у меня такого не было, чтобы я отказалась А, один раз было Ну вот, рассказывай Правда, клянусь Вот это единственный раз, когда я отказала человеку Но я очень хотела в уборную, так сказать Я бежала целенаправленно туда И просто какой-то человек меня выцепляет А я уже, ну, мыслями там И я говорю, извините, пожалуйста Давайте на обратном пути Подожди, я буду улыбаться шире, когда вернусь оттуда Все будет гораздо веселее Трендчарт Лайк ФМ Трендчарт Лайк ФМ Мэри Гу Яу, камон Пис Знаешь, я думаю Надежды на 21-й год возлагают все огромные И в том числе у тебя запланирован тур Да Давай немножко про него расскажем Я видел, пока было открыто две даты, два города Вот остальные пока, как бы, города запланированы Даты пока неизвестны, так? Ну, в целом мне неизвестно Вообще ничего Я тебе сейчас сайт покажу Смотри, там есть даты Правда? Это составляет концертный директор И меня повещают ближе к событиям уже Я не проверяю, честно Но да, у нас вообще в планах большой тур весной По городам России Думаю, что, надеюсь, что все состоится Ну тут принято рассказывать Знаешь, артисты начинают У меня тур не похожий ни на что, ни на кого Будет так, как не было ни у кого У тебя так же? Или ты скажешь, нет, у меня как у всех? Тур как тур, как бы Я еще, кстати, ни разу не была в туре Но, ну так это первый тур Мерегу, получается? Да, это первый тур Мерегу До многих городов мы еще никак не можем добраться В 2020 году случилось то, что случилось А у меня как раз вышел альбом Планы все пошли лесом В тур, в отличие от нас Собственно, я очень надеюсь, что в 2021 все свершится наконец-то Это будет первый тур, да Смотри, там пока не очень много городов Есть города, которые бы ты обязательно хотела посетить? Может быть, которые пока не включены в тур? Там вообще, в принципе, пока еще вроде как Не все подтверждено просто Их должно быть больше Но, естественно, я бы хотела в Самару приехать Потому что это мой родной город Я жду этого концерта, этой тусовочки Как ничего в 2021 году Ты туда приедешь Есть уже там клуб твоих фанатов? Может быть, одноклассников, которые такие, типа Эй, Машка, вечер встречи выпускников Сейчас затусим Слушай, не знаю Я с одноклассниками, на самом деле, не общаюсь абсолютно Но я знаю, что мои родственники приедут И, наконец-то, мой концерт сможет посетить моя бабушка Ух ты Для меня очень важно, да Да, я знаю, что у тебя с бабушкой вот такие близкие отношения Ты випку ее позовешь? Нет у тебя задумок вывести ее на сцену? Может, чем-то с ней? Нет, я такое не переживу просто Я очень сентиментальная И я много раз говорила о том, что Если я начну плакать на сцене, это не будет красиво Это будет просто истерика И, как бы, концерт на этом закончится Поэтому не стоит так рисковать Нет, бабушка будет випке Я обязательно уделю ей внимание Подарю цветочки Но на сцену у меня сердечко просто разорвется Ну что ты И у фанатов тоже разорвутся сердечки Будет тур разорванных сердец Но вообще, думаю, что Самара ждет Самара, жди Жди, Маригу приедет Скоро Мы поговорили про твой тур У меня вот есть такой необычный вопрос Ты не раз говорила в своих интервью, что ты интроверт Такой дикий интроверт Как ты перешагиваешь через себя И выводишь себя на сцену? Ну это же работа над собой Слушай, ну нет На самом деле, когда ты на сцене Тебе же не обязательно с кем-то контактировать Лично Это другое Это наоборот заряжает меня какой-то энергией Тем более, что с детства у меня есть такой опыт Я постоянно на сцене Что-то пою, что-то кому-то рассказываю Но это никак не связано с моей интровертностью Интроверт я в компании В компании знакомых людей Небольшой Вот так, наверное Я люблю сидеть дома Это тоже для меня качество интроверта Вот 20-й год сделал для тебя подарок Очень хорошо мне было в 20-м году Вот Но что? Я пытаюсь Пытаюсь себя раскрепостить Потому что, ну Моя профессия этого требует Ну вот эти онлайн-концерты Как ты к ним относишься? Очень хорошо Ну то есть ты, опять же, из тех Кто кайф, круто будут делать и так далее Ну нет На самом деле, живой концерт Понятное дело, лучше Когда ты видишь глаза людей Для которых ты поешь Но онлайн-движухи За неимением лучшего Тоже клево И более того По крайней мере, это безопасно Да-да-да Ты успела посмотреть Какие-то такие мировые Я знаю, что у Дуалипа Был крутой онлайн-концерт У Билли Алиш был крутой концерт БТС То есть смотрел ли ты Был ли у тебя опыт просмотра онлайн-концерта? Я никогда не успевала Я очень хотела посмотреть Онлайн-концерт Билли Алиш Но в этот день вечером У нас что-то там приключилось Наверное, можно было как-то Потом посмотреть трансляцию, правильно? Это тоже сейчас, я думаю Можно везде посмотреть Да, но я такая, типа Ну не онлайн, тогда не нужно Тогда неинтересно Хочется же все равно какой-то вот Единение почувствовать с теми людьми Которые будут в принципе там Так, ну хорошо То есть получается Если вдруг в этом году Продолжится ситуация С отменой концертов и так далее Очень плохие вещи ты здесь говоришь Да, согласен Будем ли мы ждать от тебя Ждать ли нам от тебя Онлайн-концерт Онлайн-шоу Разумеется, да Да, но мне бы хотелось верить Что случатся живые Полноценные концерты Большим составом А ты как человек думающий Читающий, сочиняющий Наверное, читаешь много книг Читаю Я бы не сказала, что много Последнее время Но да, люблю Я человек тоже, который любит читать Хочу с тобой тему обсудить Потому что мне кажется, что Как-то в России все Уперлись в классику В каком смысле? Ну знаешь, все знают хорошо Наших классиков Достоевского Толстого Все читают, соответственно Булгакова и так далее Это в лучшем случае Ну хорошо Ну это школьная программа, скажем так Да, и поэтому Все про это знают Но не все знают Про потрясающих современных авторов Чуть больше стали говорить О Глуховском, например Я, если честно, не в курсе Вот видишь Вот такой я читат Меньше людей читают Быкова Того же самого Но сейчас в России Ну, Акунина, если я знаю все Пелевина знают все Огромное количество Современных крутых авторов И не только в России, кстати И плюс в том, что На Западе На Ближнем Востоке Тоже есть огромное количество Классных авторов И там другой менталитет Это очень интересно Расскажи, кого ты прочла Вот за последнее время И кого бы ты могла порекомендовать Слушай, на самом деле Я, как человек Который Опять же Не может найти Время Как я уже уточнил Я в последнее время читаю Не так много, как мне хотелось И в основном Я перечитываю то, что Уже Стало для меня Каким-то культом Например Я вот очень люблю Мартина Индена Джека Лондона Да И я могу перечитывать Эту книгу бесконечно Потому что Знаешь, как с музыкой Тебе так лень Когда ты взрослый Искать новую музыку Хорошую Что ты просто Переслушиваешь Свой старый плейлист Вот с книгами У меня такая же история Я была бы очень счастлива Отыскать для себя Какого-то Хорошего нового автора Вот Тогда Сейчас мы В общем попросим Наших слушателей Накидать куда-нибудь В директ В личное сообщение Мэри Что почитать Ты нам дай направление Что ты хочешь Это фантастика Художественная литература Что бы мы как бы Учебники предлагали Конкретное Мне нравятся истории Про человека Который Преодолевает Трудности Фантастика Я не очень люблю Если честно У меня муж Он очень любит Вот это вот Все Гарри Поттер Не, ну Гарри Поттер Это классика Извините А я люблю Про жизнь Да, художественная литература Моё Так подожди Если преодолевание Это тебе значит Нужны какие-то Такие Бизнес-книги Коучи Ты сможешь Вот это я терпеть не могу Ты когда-нибудь Ну вот за последнее время Заходил Не знаю В Дом книги В Петербурге И там на главных полках Вот все Об этом Это отвратительно Там все книги С призывом Сделать что-то Ты должен Я никому ничего не должен Отстань от меня книги Это просто кошмар Ну В общем друзья Вы поняли В каком ключе Нужно посоветовать книги Для Мэри Гу Пишите Пишите Да, прям ей в личку Я думаю Если вы нас слушаете Вы точно ее знаете И туда же прям ей Кидайте классное название книг Будем читать Маш, 20-й год С одной стороны Много у нас отобрал С другой стороны Много у нас отобрал Но уже в хорошем ключе Потому что Появилась какая-то осознанность Осознанность? Ну в потреблении Не знаю Может быть Но мне кажется Многие наоборот Стали употреблять гораздо больше Я например Очень расстраиваюсь Когда возвращаюсь домой И около подъезда У нас есть мусорный бак И около него Постоянно валяются маски Это отвратительно Ну во-первых Для масок сейчас тоже появляются Новые специальные баки А ты кстати Занимаешься сортировкой мусора Вот этой всей истории? Ну Я не углублялась в вопрос Но если баки стоят так Что на них написано Куда какие отходы Естественно Я не пренебрегаю Этими рекомендациями Ну типа пластиковые бутылки Я выбрасываю все равно И контейнеры туда Куда нужно А какие тогда у тебя Инсайты появились В 20-м году Что удалось понять Осознать И забрать с собой В 21-й Слушай На самом деле Для меня 20-й год Ну Разве что Вот концертов Не случилось Больших туров И так далее Не сильно он отличался От всех остальных Я же интроверт Я думаю Все время сидела Сижу и буду сидеть Как говорится Вот Мне кажется Что Ну Люди наверняка Почувствовали себя Более одинокими И поняли Ценность Близких отношений С людьми Люди С людьми Поняли Тебе кстати Тебе кстати В семейной жизни Потому что мы знаем Что огромное количество разводов Люди не могут ужиться В четырех стенах Насколько у тебя Это комфортно проходило В семье Очень комфортно Вообще Когда просят Прокомментировать 2020 год Мне все время неловко Потому что он у меня был Нормальный Очень кайфовый Очень кайфовый Очень хороший год Я написала альбом Выпустила кучу песен Что-то свершилось Что-то не получилось Но мне кажется Не получилось бы И в обычное время Никаких особых изменений Помню разве что весной Было нельзя никуда ходить И мы гуляли По ближайшей набережной Туда-сюда В месяц Это было грустненько Но в целом В целом Хотя бы Не знаю У нас хотя бы есть ноги Я не знаю Стараюсь смотреть Позитивно на все Это пожалуй лучший ответ Ну хотя бы так Хотя бы так Действительно Ну а в любом случае Раз уж мы находимся Все еще в январе Двадцать первого года Что бы ты улучшила Как бы ты прокачала Двадцать первый год Буквально Давай там Одна-две вещи Которые ты бы хотела Привнести Помимо твоего тура Естественно Двадцать первый год Привнести в целом В свою жизнь В свою жизнь Да Но я все про работу Я не знаю Что кроме туры Вообще можно делать У меня Профдеформация Знаешь Если есть о чем поговорить То только о работе Чего я хочу Хочу Писать классную музыку И ездить с ней по стране Все Больше я в принципе От жизни пока Ничего не хочу В двадцать первом году точно Помогла попросить Дорогую сумку Маш Мы завершаем Пожалуйста Обратись к нашим слушателям К твоим слушателям Что-нибудь хорошее Нам в эту пятницу Всем пожелай Я желаю вам В эту пятницу Не отчаиваться И помнить Что у вас Хотя бы есть ноги Друзья Это уже хорошо Друзья Это Мэри Гу Сегодня здесь В трендчарте лайков Спасибо Пока Трендчарт лайк Афм Все что будет на хайпе завтра Уже сейчас В эфире лайк Афм И в нашем плейлисте Трендчарт лайк Афм На Apple Music Лайк Афм Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...